Добрый день, Евгений Леонор. Добрый день. Буквально за два дня до Нового года с вами беседуем. Каким этот год получился в целом? Для вас лично, для клуба? Ну, мне кажется, хорошим. Мы стали чемпионами в этом году, что приятно. Вот. Год непростой сам по себе, как и, наверное, для всех. При сегодняшнем положении дел. Тяжелый. Ну, прожили еще один год. Перейдем в 15-й. Конечно, хочется, чтобы он был не хуже, чем этот. Конечно, хотелось бы, чтобы для всех он был немножко получше. Когда все вокруг говорят, и в том числе и внутри команды, что чемпионство – это самое настоящее чудо, я вспоминаю ваши слова, что вы давно рассказали в нашей беседе, что чудеса на самом деле делаем мы сами. Конечно, так и есть. Я думаю, под присмотром Господа, но только сами, потому что никто за тебя ничего не может сделать. А когда себя не в чем упрекнуть, сделал все, старался, все делал как положено, то обязательно дойдешь к цели, придешь к тому, к чему стремишься. Сейчас такая ситуация, 7 очков от СКЦ «Зенит», есть еще «Динамо», да, там потеряно, тоже оно плюс один идет. Но внутри команды, да, я, наверное, ждал, что был прошлый год такой удачный, такая прям уверенность, что все это возможно опять догнать и перегнать. Как вы считаете, можно проводить какие-то аналогии с прошлым сезоном? Нет, я аналогии не проводил бы никогда, никаким сезоном. И все-таки нам сопутствовала и удача в том сезоне, и немножко везение и прочее. Но это не значит о том, что надо опускать руки, надо в этом сезоне бороться, не сопоставляя с какими-то другими сезонами. Кажется, сезон есть отдельное, новое. Но бороться мы будем, и однозначно рук не опустим. Ну, можно сказать, что сейчас немножко невезение присутствует. Когда бывает везение, обязательно бывает невезение. Все циклично в этом мире. Ну, вот если мать с «Зенитом» особенно взять, мне кажется, что давно такого не было, да, с таким преимуществом играли и даже ничего не сыграли. Ну, это футбол, тем она интересна, но мне кажется, что играли мы вот осеннюю часть. Очень красивый, приятный футбол, от которого люди получают удовольствие. Результат не всегда приходил, но было понятно, что результат придет все равно по-любому, так как такой игрой не может не быть результата. Можно ли сказать, что вот эта команда, которая сейчас в ЦСКА, это одна из лучших команд, по крайней мере, при вас? Нет, я так не соглашусь. Каждая команда чем-то своим. Хороша чем-то своим. Не очень хороша. Поэтому сказать, что вот этот состав, эти ребята лучшие, нет. За все 14 лет было очень много приятных и неприятных вещей, но у нас всегда был коллектив, у нас всегда была семья и все команды для меня, какие они были за эти годы, все одинаковые, никакой из них нету лучше, никакой из них нету хуже. Если конкретно о Лиге чемпионов говорить, которые, к сожалению, уже закончили. Ну, к сожалению, закончилось. В принципе, могли бы мы, да, немножко первый матч нас подвел, но остальные матчи, я считаю, сыграли здорово. И с той же Баварии здесь, и с Манчестер-Сити, и с Ромой здесь. Не выпустить Рому второй тайм из-за центра поля, это дорогого стоит, да. Вот, пропустили гол, совсем не обязательно, я думаю, Тотти, он, конечно, фантастический игрок, но, да, ему еще раз, он так не попадет. Ну, так сложилось. Мне кажется, что в такой группе мы сыграли очень хорошо. Согласен. Я ни в коем случае, это вопрос не провокационный, но все-таки, да, по крайней мере, после репьевки подумал Истат. Вот если посмотришь на группу, в которую попал ЦСКА, и посмотришь на группу, в которую попал Зених, или Шахтер, например, кажется, что эта группа из разных турниров. Как такое может быть? Тем более, учтите, что ЦСКА это произошло второй год подряд. Надо набирать рейтинговые очки, подниматься выше, как Зенит, как Шахтер, и тогда группы будут немножко другими, так как мы будем во второй корзине. А у ЦСКА в прошлом году было второй корзине? Ну, в ЦСКА в прошлом году был во второй корзине, но у нас были Манчестер только и Бавария, вот, и Манчестер, видно, мы были не готовы еще к игре с Манчестером в то время, но я думаю, что в этом году мы сыграли совсем иначе с ними, поэтому я бы вот так не сопоставлял. Все 32 команды, которые выходят, это все достойные команды, которые должны играть в Лиге Чемпионов. Да, кому-то более тяжелая группа попадается, кому-то чуть-чуть легче, но это все настолько относительно, и, честно скажу, непонятно даже, где и что лучше, да. Если мы вспомним в том году игру с Пельзенью, да, которую, ну, наверное, мы все равно сколько надо, только раз бы обыграли, да. Вот. Вот недооценка немножко, таких более слабых, как считают все команды. Вот. А с такими командами, как Манчестер, как Рома, как Бавария, понятно, никакой недооценки, и самоотдача полная, и все остальное, да. Мне кажется, очень приятно играть. Мне вот не совсем было приятно играть при пустых трибунах, как в товарищеские матчи, но в то же время, вот как по мне, это прекрасно был для нас в этом отношении год и урок с такими клубами, и ребята, может, немножко грубо скажу, поднабрались мышц. То есть, никакой дрожи в коленках, ничего, а спокойная игра со всеми, если бы такими грандами европейского футбола. Я спрашиваю, после трибуна, потому что ощущение было совершенно, как вот сидишь на сборе где-нибудь, или еще в день, это совершенно какой-то, ты не и чемпион, я был на всех трех матчах домашний. Я думаю, что UEFA сделает выводы, тем более, что финансовый фаерплей и пустые трибуны, оно несопоставимо, да, нельзя два раза наказывать команду, с одной стороны, лишать зрителя идти на стадион, с другой стороны, все равно считать деньги, которые были заложены в бюджете, вот, поэтому я думаю, что UEFA сделает выводы, и, наверное, к этому будут подходить немножко иначе, какие-нибудь там сектора убирать, или... Хотел узнать, что спросить, может быть, есть смысл внедрять фиортов на фан-сектора, тем более, что, ну, при чем, для ЦСКА, если это случилось на выезде, время? Ну, я не знаю, кого внедрять, и как внедрять, на это же есть законы и уставы UEFA, и это делается, как там, это все положено, но вопрос в другом, вопрос в том, что, ну, я вот не очень понимаю, многие менеджеры UEFA со мной полностью согласны, ну, хорошо, ну, наказали нас, а почему болельщики там в Баварии не могут посмотреть, приехать, посмотреть, поболеть за свою команду в Москву, почему болельщики Манчестер-Сити не могут приехать, там, болельщики к Рому не могут приехать, почему, с чем это связано, почему, за что их наказали, за что наказали обычных наших болельщиков, там, женщин, взрослых людей, которые ведут себя абсолютно адекватно и нормально, болеют за футбол, поддерживают команду, фанаты наши, которые нормальные, да, то есть, из-за каких-то десятка человек, да, должны страдать все, как по мне, это неправильно, все-таки, надо идти другим немножко методами. Ну, тогда сразу тему стадиона, я думаю, мы с вами затронем, как раз такой переход хороший, стадион растет, видно, такой же вопрос, причем я часто его встречаю у болельщиков, когда абонементы продают в вас. Ну, абонементы можно хоть завтра начать продавать, это не является проблемой, да, вопрос другой, что нам бы хотелось, и я надеюсь, так и будет, что осеннюю часть уже мы сможем играть на своем стадионе. Чемпионата, следующего чемпионата, вот, понятно, что сейчас такое положение дел, вообще в стране экономическое очень тяжелое, но я надеюсь, что у нас ничего не сорвется, и мы дойдем, а продавать это, хоть в январе, хоть в июне, по-моему, большой разницы нет, главное понимать не просто продать эти абонементы и потом объяснять болельщикам, что надо тур подождать, второй тур подождать, третий тур подождать, а понимать четко уже, когда мы можем запустить, а это мы будем уже четко видеть весной, да, и уже от этого отталкивать. А когда туда тогда приедет, когда уже все будет готово? Когда все будет готово, конечно. А детские сектора не планируются? Там все планируется, и семейные сектора, детских не планируются, семейные, да, и виповские, и семейные, и фан-секторы, и все-все это продумано, и скайбоксы для компаний, или для людей, которые хотят вместе пойти просто и постоянно смотреть, выкупив скайбокс. То есть все это абсолютно продумано, мне кажется, это стадион будет европейского уровня, и вообще радует, что сегодня, посмотрите, уже какой стадион построили в Казани, какой стадион построили в Грозном, шикарные, прекрасный стадион сделал Сулейман Керимов в Махачкале, Локомотив уже сколько лет является, в принципе, являлся одним-единственным стадионом, отремонтируют большую арену, достроим мы, достроят Динамо, мне кажется, как только мы инфраструктурой догоним те спортивные показатели, которые есть сегодня, то и футбол еще больше начнет подниматься, и болельщиков, конечно же, будет, видите, как сейчас на Спартаке гораздо больше болельщиков ходят на свой стадион. Ну, вот это, что творится с курсом, насколько именно строительство, сейчас речь о строительстве, в первую очередь, чем-то мешает? Ну, ничем не мешает, в принципе, мы, если только мешает, может, тем вещам, которые приходится закупать за границей Российской Федерации, да, а все остальное мы в рублевой зоне и так и живем, и держимся. В принципе, вы же говорили, что там многое проплачено, да, там осталось? Ну, вроде да. А что вы купаете за границей? Ну, например, оборудование, которое для кондиционирования, для энергетики. В целом, для клуба, то, что сейчас происходит в футболе, насколько серьезно? Ну, это, вот, я позволил бы себе так вопрос не ставить. По какой причине? Это не для клуба, это для всего российского футбола, да. И если топ-клубы как-то будут выкарабкиваться, но, опять же, финансовое фаерплей, суефа, мы будем сейчас эти вопросы решать. Почему? Потому что, ну, по-любому надо тогда добавлять, потому что мы же зарабатываем в рублях, а контракты у футболистов в валюте. Поэтому, знаете, так, конечно, для всех, мне кажется, тяжело. И тот меморандум, который выпустили все клубы, и будем сейчас со всеми ребятами, конечно, разговаривать, потому что иначе я не очень понимаю, куда придет российский футбол и сколько клубов доживет до конца чемпионата. Вот, потому что как-то это надо, дело, все вместе сейчас подтянуть пояса, пойти навстречу друг другу, для того, чтобы из этой ситуации достойно всем выйти. Ну, люди разные, сами знаете. Будем надеять, что футболисты поймут. Ну, значит, кто не поймет, наверное, клубы будут пытаться расстаться с ними, куда-то продавать, что-то делать, потому что, ну, от того, что не платить зарплату, ну, все равно уйдет, и потом будут суды какие-то, и выплаты, и прочее, прочее. Ну, у нас в клубе ребята очень хорошо понимают, и мы по приезду с отпуска с ними уже окончательно договоримся, как и что дергать их в отпуске с этими вопросами, я считаю, они красиво, они много отдали в этом году сил и здоровья, и этот месяц должны их подправить, отдохнуть, а не думать о том, что, как изменится и все остальное. Постараемся так, чтобы не сильно их затронуло, но в то же время, чтобы клубы все остались на плаву. Нет такой ситуации не у ЦСКА, да, что из-за того, что происходит, сейчас там кого-то продать надо из лидеров, ни на кого спроса, или что-то такое? Ну, уж прям так, что мы должны, назову модное слово, санировать клуб, да, конечно, нет. Но в то же время, если так будет продолжаться, конечно же, будет тяжело, и что-то надо будет делать. В этом году контракты многие заключили, Тайкинфеев, и Марио, и Тошич, и братья, и Бонзагоев, да, многие. Кто на очереди? Я так понимаю, Думбия и Вербулл? Думбия, Думбия, Вербулл, да. Сейчас, думаю, по приезду будем до конца определяться, что, как, и заканчивать этот вопрос. А предварительно разговаривали? Разговаривали, конечно, так предварительно, это вот, я думаю, закончилось на Хонде, предварительные разговоры. Мы тоже разговаривали, все договаривались, и он давал какие-то обещания, потом решил, что вот лучше, чтобы на нас давили, и что он так спокойно тогда уйдет. Вот, типа, мы бы его отпустили, и вообще, там, по трансферу бы договорились, никаких проблем. Ну, просто надо было честно это все делать. То есть, как я понимаю, теперь, как минимум, залив до окончания контракта, у вас должна быть полная определенность, человек остается, человек уходит. Абсолютно. Как и есть, да? Абсолютно. Ну, есть ситуация с Эльмом, но там ситуация другая, как я понимаю. Ну, ситуация, мне его очень жаль, но я думаю, что в футбол он больше играть не будет никогда, и мне очень хочется, чтобы он был просто как человек здоров, крепок, может быть, пойдет в тренерскую работу, может, в селекционную, или еще что-то, но в футбол ему играть, я думаю, категорически нельзя, иначе он станет инвалидом. Мы к этому не стремимся, поэтому дальше он сам примет решение, какое он считает нужным играть, хочет, хочет не играть, но доктора категорически против. Здесь есть такая ситуация, есть моральная ситуация, потому что человек очень помог эти два года клубу, и есть ситуация, что у него через полгода заканчивается контракт, как будет этот вопрос решать именно документально? Именно документально не будем решать никак, только морально. Сядем с ним, договоримся о чем-то. Ну, он и был здесь, мы провели переговоры, в принципе, так, обо всем договорились, просто закончим это все в ближайшие дни. В прошлом году вы сказали, что команда укомплектована, оставалось 11 матчей чемпионата и еще матчей кубка. Очень много было таких ехидных комментариев со стороны так называемых экспертов. В результате получилось, что именно мы всех умыли, СССР стал чемпионом, а люди, которые докупали пачками, остались внизу. Теперь ситуация выглядит совсем другой, команда действительно со стороны выглядит практически, ну, укомплектована, не знаю, сколько линия там нападения может быть. Осталось 13 матчей чемпионата, осталось максимум 3 игры на кубок. Можно ли сделать вывод из всего этого, что, скорее всего, вот именно сейчас зимой приобретений не будет? Смотрите, вот то, что сподвигали меня все в том году, это одно, да? Ну, мы действительно не собирались. Ну, мы все время следим за ребятами, да? Возможно, кого-то из молодых ребят, может, и подпишем сейчас, может, приедут летом, может быть, зимой. Но это не из-за недоукомплектованности команды, а это именно из-за того, что команду всегда нужны хорошие игроки. Если получается взять, то укомплектована команда или не укомплектована, надо все равно эти вопросы решать. Я уже неоднократно говорил о том, что мы селекцией занимаемся 12 месяцев в году, да? И никак это не отражается то, что укомплектовано, не укомплектовано. Поэтому думаю, что пока сейчас докупать кого-то никого не будем. Но если попадется кто-то интересный, молодой, и есть возможность сегодня решить, то, конечно же, будем этот вопрос решать. Может, кто-то там приедет во время сборов? Не знаю. Может быть. Ну, я буквально два дня назад НАТХА дал интервью в Израиле. Сказал так, что у меня было предложение, не одно, несколько из России, из-за рубежа. И, возможно, предложение ЦСКА было одной из самых спромных по финансу, но я все равно выбрал ЦСКА, вот, потому что мне так захотелось. Вот чем ЦСКА так привлекает футболистов, что даже не предлагая таких, да, заобусственных каких-то условий, как другие, все равно, когда футболисты сюда идут? Ну, я думаю, во-первых, тем, что все знают, что здесь семья, что здесь единое, целое, и все игроки, доктора, массажисты, управленческий состав все дороги для клуба. Это первое. И второе, наверное, то, что ЦСКА не обманывает. Все, что ЦСКА обещает, оно всегда выполняет. И наше, так скажем, наш имидж, наше резюме, скажу, клубное, да, оно порядочное и честное. Наверное, ребята вот поэтому и выбирают клуб. Шикарно смотрелись две звезды на футболках в матче Лиги Чемпионов. Нет желания на все остальные матчи тоже? Нет. Почему? У нас есть одна большая звезда, и все-таки повторюсь еще раз, мое мнение, понятно, что и ЦСКА, и Спартак, и Динамо, там, это все равно те же клубы, которые и были в советском государстве. Но, с другой стороны, в принципе, это все совсем уже другое. Другие хозяева, другие структуры клуба и прочее. Поэтому, мое мнение, что, и вообще о звездах мы говорили, тогда еще Андрей Червиченко возглавлял, был хозяином спорта, как, о звездах, заработанных в постсоветский период. Поэтому, цеплять звездочки, которые заработали другие, и у нас есть большая звезда, мы поговорили с болельщиками, они сказали, что для них, вот, это одна большая звезда наверху, гораздо дороже, чем мы ее звездочками будем еще облепливать с других сторон. Для Лиги Чемпионов мы взяли, поставили, и болельщики с этим абсолютно согласны. С Вагнером он давно общается? Прилично, по времени, но, в принципе, через Максима Горолева общаемся все время. Привет, и дальше? Конечно. Вот я тоже читал, вы сказали, что, возможно, он вернется в клуб, но... В систему клуба. Да, в систему клуба. Но вообще у него, насколько я помню, еще год контракта остался. Нет, понятно. А он через год захочется, да, в качестве футболиста. Ну, в каком он будет состоянии, если будет в нормальном состоянии, будет готов приносить клубу еще пользу, почему нет? Я сказал, что мое мнение, я же не утверждаю, что Вагнер не придет и больше никогда здесь не сыграет, об этом тоже-то вот. Но то, что он вернется в структуру клуба, я в этом уверен. А как футболиста, как я могу, я же не Господь Бог, чтобы определить, сколько ему играть. Может, он еще пять лет будет играть. Слушайте, играли он итальянцы до сорока лет, ничего страшного. Он Игнашевич опять. Игнашевич все-таки защитник, нападающему потяжелее до такого возраста играть. Но есть и, так скажем, для нас те же итальянские футболисты, которые тоже до 38-39 лет играли. Почему нет? В 2015 году будет, ну вот уже наступающий, будет 10 лет, как выиграли кубок UEFA. Нет никаких мыслей на этот счет. Там нет какой-то матч строительства, такой сделок, праздник, нет? Нет, абсолютно никаких. Праздновать 10 лет выигрыша кубка UEFA, мне кажется, это просто вообще неправильно. Лучше выиграть еще один кубок UEFA или Лиги Чемпионов. Ну, там, сегодня Лигу Европы или Лигу Чемпионов выиграть. Вот это было бы правильно. А праздновать там 10 лет или 20 лет, это все. Тогда давайте отпразднуем первое чемпионство ЦСКА в СССР. Ну, это как-то вот банально. То есть вы в прошлом не живете, в настоящем... Только в будущем. Но вы вспоминаете эту победу? Конечно. Это была прекрасная победа. Я помню, как в мае месяце 2005 года мы это сделали. Мне очень приятно, что мы это сделали первыми. Но праздновать это и все остальное, ну, банально. Ну, говорить про Лигу Чемпионов, да, если мы посмотрим, ну, одни и те же, да, там, Реал, Бавария, Барселона, Челси, да, все одни и те же там. И очень трудно, объективно очень трудно что-то им противопоставить. Им не могут противопоставить, в том числе и клубы, и с гораздо большим, серьезными, более серьезными финансами, в том числе и Сити, все остальные никак. Почему такая расстановка сил, на ваш взгляд, и когда реально ее немножко хотя бы как-то корректируют? Ну, реально каждый год это... Нет такого, что начинается Лига Чемпионов и уже запланировано о том, что выиграет Реал Мадрид или Бавария или Челси, при всем моем уважении, или Барселона к этим клубам, да. То есть, в любой из годов можно, так сказать, дойти до финала, а там 50 на 50. Каким-то клубам, да, в том числе и российским. Но нам надо усиливать наш чемпионат, и инфраструктуру, как я уже говорил, и сам чемпионат. Вот чем он будет сильнее, чем он будет лучше, да. То есть, вот мы все время там, кто-то спорит, вот я смотрю выступление Писарева о том, что надо там вот такой лимит или такое. Вот мы спорим, вот так чемпионат никогда не поднимется. Чемпионат надо придать конкуренцию. Как только придадим конкуренцию, да, тогда будем расти и играть хоть в сборной страны, хоть клубы на более высоком уровне. Вот. Что касается там всего остального, да, ну, я не знаю, мне немножко странно, да. Особенно мне странно, когда какие-то вопросы о конкуренции начинают обсуждаться после принятия решения там исполкома, да. Если это просто досужие разговоры, ну, я не знаю, тогда есть более приятные темы. А вот обсуждать, а тем более без объяснений, я приверженец. Да не, вот никогда мы не выиграем ничего, пока у нас не будет конкуренции. Вот эти вопросы очень важны. И вот эти все разговоры досужие о том, что сборная будет лучше, мы не выиграем ничего никогда, да, ни в Еврокубках, ни в сборной никогда ничего не выиграть. Но я бы тогда вообще принял бы решение по запрете любых иностранных футболистов Российской Федерации. Когда будет конкуренция, тогда сильные игры в чемпионате, их сегодня уже достаточно много, но я уверен, что еще будут сильные, то тогда мы можем и на том уровне играть. Просто уровень должен подтянуться, да, уровень чемпионата, уровень игроков. И тогда будет выходить, там, я не знаю, ЦСКА или Зенит, там, Локомотив или Спартак, Динамо или Краснодар на игры против Грандов абсолютно спокойно. Почему? Потому что там матч Зенит-ЦСКА или Спартак-ЦСКА будет проходить так же сильно интересно, как там матч ЦСКА-Бавария, например. То есть это футбол дальше уже будет на конкурентной основе расти это все. Ну вот этот лимит 10 плюс 15, мне кажется, первый шаг. Вообще лимит это глупость. Это глупость, да? Но все-таки это шаг к отмене, наверное, в промежуточный этап. Да ну, вообще не должно быть, но конкуренция. Мало того, мне странно, что из нас делают каких-то идиотов. То есть вот детская школа там в Зените или в ЦСКА или в Спартаке или в Динамо. Ну могу перечислять все, да, клубы. Зачем нам брать в своей детской школе, если есть сильные мальчики и все остальное? Лучше я потрачу 10-15 миллионов и возьму где-то из-за границы. Но мы как, нет-нет, все руководители и хозяева клубов смотрим в зеркало и вроде там конченых идиотов не видим, да? Но у нас есть руководство, которое знает лучше нас. Почему знает лучше нас, я не знаю. Я не могу понять до сих пор, почему 5 плюс 6, а не 7 плюс 4 или не 9 плюс 2. Вот это говорят вот то, что как раз то, что нам надо. Но все забывают, что это в 2014 году, в 2004 году было принято из-за того, что должны были доморощенные футболисты. Неоднократно уже тоже надоело объясняла о том, что Вагнер, конечно, о том, что Вагнер это доморощенный футболист. Просто на тот момент мы не знали этого. Нам казалось, что доморощенный футболист это с красным паспортом российским. Где мы должны конкурировать, если 600 миллионов европейского содружества являются все... Ну, 650 миллионов гораздо тяжелее выбрать игроков, чем из 140 миллионов. Это итальянцы, англичане, там есть команды, в которых по 11 легионеров. Да и ничего страшного нету. Послушайте, в Германии никакого лимита на легионеров нету. Германия постоянно борется за чемпионство мира. В Испании... В Испании то же самое. Ну, конечно, почему это? Много своих, много чужих. Почему нет? Бавария что, хуже стало, что Бавария играет Рибери или Робен? Вот чем она стала хуже от этого? У меня вопрос прямой в связи с этим такой. Вот как вы думаете, кроме вас есть еще кто-то, кто способен навести порядок РФС? Абсолютно уверен. Сотни человек. В этом случае не провокационный вопрос. Да не провокационный, но... Что делать, это убрать разрушителей и поставить созидателей. Созидателей в этой стране очень много. И вот так как вы поставили вопрос, есть ли кто-нибудь, есть. Масса людей. Я не могу сейчас назвать прям фамилии так, слету, да? Но, во-первых, это не обязательно должен быть человек из футбола. Послушайте, в Национальной ассоциации Германии управляет юристом. Там плохо что-то поставлено, там клубы плохо играют. Ну, конечно, у него нету таких, так скажем, амбиций и знаний о том, что должен быть лимит. Вот. Он не лезет в профессиональный футбол, а занимается развитием футбола. Поэтому детско-юношеский, поэтому какие мальчишечки у них растут, посмотрите. Вот. В этом смысл. Должен прийти человек, который хочет созидать, который хочет развивать. А не искать черную кошку в темной комнате. Тем более, что там ее нет. Но, к сожалению, да, в последние два года мы видим сплошные конфликты. Не, а мы видим сплошные разрушения. Да, сплошные разрушения. Какая символ того, что происходит, это когда в повестке дня последнего сполкова РФС под первым номером. А это наоборот. Мне очень впретило. Представляете, насколько я человек номер один в футболе, что сначала. Больше проблем в российском футболе нет. Не существует их. Вот. А вот самое большее, что мне нравится, что мы к каждому вопросу подходим по-разному. Где надо, мы буквоеды и законники, люди, прям вот бумажками трясем и все остальное, наш руководитель, господин Толстых. А где неудобно, даже не прочитает решение. Ну, дело каждого. Но никому, я считаю, в этой стране, тем более сегодня, в тяжелое время, не должны давать ничего разрушать. Мы чего-то за 20 лет там с лишним построили. И надо двигаться дальше. Точно так и в футболе. Надо наоборот сейчас сплотиться всем и единой группой выходить из тяжелого положения. Во всех областях поддерживать президента нашей страны, который не может один за все биться. А не искать, что на каждого, наконец-то, есть компромат, как у нашего господина Толстых. На всех, все, все в чемоданчике, в кесике. Так что все нормально. Я не хотел поднимать эту тему, но тут мне никуда не держится. Я хотел вот еще что спросить, потому что, может, немножко странно, да, исполком принял на имид. Вдруг начинаются какие-то разговоры, что Министерство спорта оказывает, еще будет думать, что с этим делать и так далее, и так далее. Ну, вот, например, я как обыватель, да, как человек не очень сильно разбирающийся, мне кажется, что это прямое вмешательство государства, получается. Я ни разу не видел, чтобы где-то Виталий Леонидович Мутко выступил или его помощники. Это все нам рассказывают руководители РФС о том, что Министерство спорта сейчас решит и сейчас выйдет закон. Я не видел, чтобы Виталий Леонидович выступил где-то и сказал, знаете, мы сейчас прорабатываем закон о там лимите на каких-то легионеров в каких-то видах спорта. Да он, Виталий Леонидович, разумный человек, и он знает, что нам, американец и кореец, мы могли выиграть Олимпиаду зимнюю. О чем мы говорим? Мало того, мое мнение о том, что мы не должны тянуть. Вот мы могли, например, Фернандес мог взять российское гражданство и играть за сборную России, но однозначно усилил бы. Но так быстро, как работаем руководство РФСа с обращениями, он заиграл в Бразилии. Ну, хорошо, потеряли. Но обсуждаем тех людей. Ведь самое правильное, вопрос не в том, нельзя всех адаптировать или давать российское гражданство, для того, чтобы в сборной выступали. В футболе я имею в виду. Можно только тем людям, которые здесь оседлость решили взять. Не просто там, вот, например, когда все говорили про Вагнера, я, в принципе, был против. Почему? Вагнер помог бы сборной. Вагнер сумасшедший футболист. Но Вагнер не собирался жить в России. А Фернандес собирался. Любой футболист, о котором мы сейчас говорим, он, может, хороший футболист был. Да, вот, Спартаке играл этот... Да, нет, не Ари. Велитон. Велитон играл в Спартаке. Все говорили, надо его в сборную, что? Уехал он куда-то играть, да? Он, неважно, непринципиально, мог в Турцию ехать, мог в Англию, еще куда-то. Он приедет в российскую сборную, когда его вызовут? Никогда. Никогда. А человек, который оседлость здесь решил, которому нравится наша страна, который решил, что он проживет здесь жизнь, вот тот не играет роли. В Англию он переедет, или в Испанию его топ-клубы купят, или еще кто-то, да? Он будет приезжать в эту сборную, он будет играть в эту сборную. Почему? Потому что место оседлости он решил себе здесь выбрать. Вот от этого надо исходить. Надо разрешить, мы никак не можем добиться у нас... Прям вот какой-то стопор. Во всем мире можно, у нас нельзя. Ведь сколько деток, корейцев, китайцев, сербов, или еще кто здесь родители живут. Почему им не разрешать играть? Почему они в дальнейшем не могут стать игроками сборной? Потому что у них другое гражданство? Бред сумасшедшего. Бред сумасшедшего. Они же ждут, они с видом на жительство, или с длительных командировках здесь дипломатических. Да, пожалуйста, пускай играют, пускай растут. Просто вот я сейчас считаю, да, в ЦСКА сейчас, ну если мы, Эльма, за скобки, ровно 10 как раз иностранцев получаем. В ЦСКА у нас, да, у них не более заканчивается контракт электронный. 10 иностранцев. То есть, получается, чтобы кого-то еще пригласить, приходят, получится, придется с кем-то расстаться. Да, так получится. Вот мы все время рассуждаем. Я вот даже уже говорил, я с Михаилом Даниловичем долго дискутировал, да, с Гершковичем дискутировал на тему, как определить хороший, нехороший игрок. Там вот говорили о том, что зарплату как-то, или там игры сборной, или еще что-то. А здесь уже нехорошего никто не пригласит. По одной простой причине, что 10 человек. Значит, если я нехорошего позвал, то хорошего мне некуда будет. Вот оно, само собой, да, это вот. Наверное, надо еще какие-то дополнительные, да, там эти вот. Но это уже основа, то, о чем вы сказали, что надо думать. Если брать кого-то, то кого-то отпускать и так далее. Многие задают, как можно устроиться на работу в клуб? Это только по знакомству модуль, если бы можно прийти там водителем, вот такая работа не... Я могу сказать однозначно, что с 2001 года, когда я купил клуб, здесь ни один человек, который по знакомству не работает. Все приходили как-то вот так. Ну, Побаев был здесь в клубе, когда мы покупали. Вот, все остальные практически пришли. Пришли с улицы, никакого знакомства, никакого понебратства нет. Второй вопрос, что сейчас, в связи с тем, что у нас стесненные обстоятельства, мы не набираем лишних людей. Когда будет новый офис, будем рассматривать, потому что вакансии есть, но на головах сидеть друг у друга и ничего не делать при сегодняшней ситуации. Лишь бы взять, мы не набираем. Продолжение следует... Продолжение следует...